Всем привет! С вами Максим на канале Строим Правильно. Сегодня расскажу куда я пропал, почему нету регулярных выходов, обзоров и цен по динамике цен на строительные материалы. И начнем по порядку. Ну первое, на самом деле в рынке сейчас пока ничего интересного не происходит. Более интересные динамики и изменения цен начнутся, я думаю, уже осенью, в сентябре, в октябре. Тогда мы начнем с вами видеться чаще. Второй момент. Как-то в одном из своих видео я вам упоминал, что в принципе присматриваюсь к другим территориям, открыт для предложений. И сейчас вся моя движуха, ну часть моей движухи это взор на Москву. То есть я сейчас смотрю там на рынок недвижимости, смотрю на земельные участки и так далее. Какие вещи я вам хочу приметить. То есть, во-первых, даже в таком большом городе, как Москва, и на такой большой территории, как Подмосковье, очень мало профессиональных реакторов, занимающихся именно тематикой загородной недвижимости. То есть они есть узконаправленные по каким-то определенным коттеджным поселкам, по каким-то определенным коттеджам, которые продаются в определенных коттеджных поселках и так далее. То есть очень узконаправленные. То есть для человека, который только приходит и хочет переехать в Москву, к примеру, или в Подмосковье, Очень сложно сориентироваться и это все понять. Поэтому такой вакуум существует, для себя я его восполняю. То есть приходится перелопачивать очень много информации. Вот, что у нас происходит сейчас в целом по стране, именно касается тематики стройки, продажи строительных материалов, начало новых проектов, связанных в том числе с материалами и со строителями, так скажем. Здесь есть определенные особенности. То есть на самом деле вся страна практически застыла в ожидании. То есть как это происходит и выглядит у нас в Челябинске. То есть старые проекты достраиваются, а новых начинается все меньше. Вот, я думаю, что вы в большинстве своем должны это увидеть в своих регионах. Регионами и исключениями являются, например, ну давайте последовательно пройдемся. В Новосибирске, насколько я знаю, дела обстоят очень даже неплохо. То есть у них в принципе работа идет. Вот, дальше мой соседний регион, это Екатеринбург, дальше Тюмень. То есть если вы хотите покормить, так скажем, комаров, то там для вас найдется работа. Там в принципе люди платежеспособные, ценники значительно выше, чем у нас в регионе. И люди их платят. Интересно? Интересно. Вот, дальше это у нас Краснодарский край, Санкт-Петербург и естественно Москва и Московская область. Это там, где деньги будут всегда. То есть я всегда вспоминаю очень формулировку классную одного человека. Он говорит, Москва всегда первая выходит из любого кризиса. Очень большая. Она питается ресурсами всей страны. Поэтому, естественно, я присматриваюсь к переезду и присматриваюсь все-таки по большей части пока к Москве. То есть хотел к южным территориям присмотреться, но нет. Решил, что все-таки Москва. Вот, поэтому сейчас я на самом деле подхожу к очень важному в жизни перекрестку, на котором, ну, по крайней мере, будет решаться вопрос, куда я пойду в ближайший, грубо говоря, год. Ну, примерно так могу сказать. Потому что варианты есть. Я также продолжаю быть открытым для сотрудничества, особенно с Москвы и с Подмосковью. Та территория мне очень интересна. Посмотрим, потому что у меня остаются очень интересные, подготовленные, так скажем, проекты в Челябинске. Их примерно два-три. Если я захочу реализовывать их, то я, естественно, никуда не поеду. И есть интересные варианты в Москве и в Московской области. Поэтому видео на канале пока будет немного. Но как только начнется настоящая динамика в изменении спроса, изменении предложения, или будет что показать интересного из того, что делаю я лично, то я обязательно покажу. Надеюсь, что вы еще не отписались от моего канала. А тем, кто еще не подписался, подписывайтесь. Пока видео будет немного, но постараюсь, как бы, выпускать их чаще. В начале сентября обязательно сделаю обзор. То есть, так скажем, подведем итог лета. Посмотрим, куда мы пойдем дальше. И с чем? На загородной недвижимости намекну. Пока цены на готовую недвижимость не снижаются. Они замерли на стабильном высоком уровне. И я думаю, что вниз они не пойдут. Но о рынке в целом я вам расскажу отдельно. В общем, спасибо тем, кто досмотрел до конца. Надеюсь, вы понимаете, почему я стал реже выходить. Но я также доступен для задавания вопросов и ответов, получения ответов в WhatsApp, в Viber, а также в Telegram-канале. Ссылка на Telegram-канал в описании к видео. В общем, всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok